На прошлой неделе я говорил о моменте INST, в котором мы живем сейчас. INST — это акроним, который расшифровывается так. I — изменчивый, N — непредсказуемый, S — сложный, и T — туманный. Сегодняшний мир изменчивый, потому что он нестабилен и быстро меняется. Сегодняшний мир непредсказуемый, потому что никто не может предсказать будущее или понять, что происходит, по крайней мере, полностью. Сегодняшний мир сложный, потому что есть множество факторов, и невозможно проанализировать все. Сегодняшний мир туманен, потому что много чего непонятно и невидно. Никто не знает, сколько будет длиться пандемия. INST стал для меня термином, который показывает, что там творится безумие. Как сказано в 120-м псалме, который мы изучали на прошлой неделе, Господь Яхве держит всю Вселенную в своих руках. И несмотря на то, что Ему нужно присматривать за всей Вселенной, Он готов помогать нам лично, всегда и везде. Он не устает? Вы можете сказать, «Хорошо, Господь готов помочь мне». Но как мне двигаться вперед? COVID-19 изменил то, как я проведываю своего пожилого отца? Он изменил планы на свадьбу дочери в сентябре? Встречи со старейшинами, пастырями и членами семьи? Он изменил все это. Так как же мне теперь двигаться вперед? Сегодня этот вопрос задают себе все жители Ливана. До взрыва в порте Бейрута, от которого погибло и было ранено множество людей, Эта страна не развивалась финансово. В ней царила коррупция. Она была разделена внутри. У нее были враги как внутри, так и снаружи. И при этом там распространялся корона, вирус. Сейчас вся страна в замешательстве. Как мы двигаться дальше? Ваша ситуация может и не быть настолько трагической или драматичной, как в Ливане. Но в то же время, ваша жизнь также изменчивая, непредсказуема, сложна и туманна. Она не та, что была полгода назад. Возможно, вы спрашиваете, как вам продвигаться вперед с вашим образованием, бизнесом, карьерой, иммиграцией, уходом на пенсию, подготовкой к свадьбе. Будущем ваших детей или с заботой о пожилых родителях. Как вам двигаться вперед теперь? 126-й псалом содержит мудрость для повседневной жизни. Он учит нас, как собраться и с чего нужно начинать. Этот псалом — это песня восхождения. Это песня, которую должны петь паломники, когда идут в Иерусалим. На три ежегодных праздника в Израиле. Представьте себе семью паломников, которая разбивает шатер за стенами Иерусалима. Вспоминая путь израилитян в пустыне, когда те шли из Египта. Если Господь не созиждит дома, напрасно трудятся строящие его. Если Господь не охранит города, напрасно бодрствует страж. Напрасно вы рано встаете, поздно просиживаете, едете хлеб печали, тогда как возлюбленному своему он дает сон. Вот наследие от Господа, дети, награда от Него плод чрева. Что стрелы в руке сильного, то сыновья молодые. Блажен человек, который наполнил имя колчан свой, не останутся они в стыде, когда будут говорить с врагами в воротах. Итак, напоминаю, этот псалом — это песнь восхождения. Люди пели эту песню, когда шли. Базовая тема песни кроется вот в чем. Без благословений Господа все попытки человека не стоят ничего. Но каков контекст этой песни? Некоторые считают, что эта песня была написана при строительстве храма в Иерусалиме. Другие считают, что она говорит об установлении правления царя в Иерусалиме. Я же считаю, что она говорит о семье. Почему так? Потому что язык песни — это язык семьи и дома. На самом деле, песня рассматривает жизненный цикл семьи от раннего основания до последних лет. В этом стоит разобраться поподробнее. Потому что это касается не только семьи, но и каждого человека отдельно. В первых трех стихах говорится, «Напрасно трудятся строящие его, напрасно бодрствует страж, напрасно вы рано встаете». Ударение делается на напрасности, бесполезности, строительство и защиты, попыток обеспечить дом без Бога. Первый стих говорит, «Если Господь не созиждит дома, напрасно трудятся строящие его». Если мы говорим о строительстве, то начинаем с основания. Вам нужно крепкое основание, на котором вы сможете строиться, что является основанием для жизни, брака, карьеры, церкви, бизнеса или города. Господь не просит нас быть основанием своей жизни. Он предлагает себя в качестве основания нашей скалы. Псалмопевец в 30 раз говорит, «Бог моя скала». Возможно, вы помните детскую песню. «Один построил свой дом на скале, и дождь пошел, и вода потекла, и дом устоял». Другой построил свой дом на песке, и дождь пошел, и вода потекла, и дом упал. В последних словах Иисуса из Нагорной проповеди он использует именно этот 126-й псалом, первый его стих. Его последние слова очень важны. Если вы откроете Евангелие от Матфея, вы увидите эти цитаты. Понимаете, жизнь наполнена бурями, волнами, дождями, ветрами, землетрясениями и кризисами. COVID-19 испытывает наше основание на прочность. Никому из нас не избежать этого. А вот почему мы должны задуматься над тем, как мы строим. Честно, проблема не в буре, а в основании. Итак, посмотрим 7 главу, 24 стих. Я цитирую слова Иисуса. «Итак, всякого, кто слушает слова Моисии и исполняет их, уподоблю мужу благоразумному, который построил дом свой на камне, и пошел дождь, и разлились реки, и подули ветры, и устремились на дом тот. И он не упал, потому что основан был на камне. А всякий, кто слушает сии слова Моисии и не исполняет их, уподобится человеку безрассудному, который построил дом свой на песке, и пошел дождь, и разлились реки, и подули ветры, и налегли на дом тот. И он упал, и было падение его великое». Если посмотреть на историю Ливана, то становится очевидным, почему у этой стороны проблема. Для меня и для вас главная проблема не в ковиде-19 и всем, что связано с ним, а в нашем основании прежде всего. Так что является основанием жизни, брака, семьи, бизнеса и церкви в первой книге «Царств», во второй главе, Ильи и его сыновья были священниками в Израиле. У них было служение от Бога, но они строили на песке. Их семья была пропитана коррупцией и аморальностью. Ильи был безразличным отцом, и когда их дом начал падать, Господь сказал через пророка, «Я уничтожу твой дом, Ильи, и построю дом для Самуила». Почему? Потому что жизнь Самуила основывалась на Господе. Он был его скалой. Он прислушивался к сердцу Божьему и был готов исполнять его волю. Мы позволяем Богу стать нашим основанием, питая наши отношения с Иисусом через поклонение и молитву, изучение Слова Божьего и применение Его в повседневной жизни. Все учения Иисуса применимы для всех сфер жизни. Мудрость этого 126-го псалма – это богодухновенное слово для всех. И Иисус должен не только быть основанием нашего дома. Господь должен быть главным строителем. У моей жены есть свои представления о том, как сделать ремонт в нашем доме. Обычно она делится ими со мной выходные, когда я просто хочу отдохнуть. И тогда я начинаю думать о том, как мне сделать то, чего она хочет. А она говорит, «Я посмотрела один ролик на Ютьюбе. Это будет очень легко. Кто угодно сможет сделать это». Тогда я начинаю чувствовать себя неудачником, если не попытаюсь сделать это. Этой весной у нее появились идеи о том, что нам стоит сделать в доме. Я посмотрел на ее планы и сказал, «Мне понадобятся две недели». Потом ко мне пришел мой старший брат, и я показал ему планы. Он посмотрел на меня и сказал, «Два дня». Он не разбрасывается словами. Тогда я сказал, «Что? Два дня? А ты уверен? Расскажи мне, как ты собираешься сделать все это за два дня». Но он просто сказал, «Два дня». Он пришел и сделал это за два дня. У него есть строительная компания. Его команда работает эффективно. У них есть план. Они не останавливались. У них были необходимые инструменты, и они прекрасно понимали, что делают. Он сделал все за два дня, и еще осталось пара свободных минут. Моя жена посмотрела на меня и покачала головой. Иисус, Господь, главный архитектор и строитель жизни, карьеры, брака, семьи и церкви. Иисус сказал, «Я построю церковь свою, и врата ада не одолеют ее». Ад не может разрушить то, что строит Иисус. Когда мы строим что-то, то Господь помогает нам, когда мы приглашаем Его в это. Он понимает, как нам работать вместе и дополнять друг друга. Он понимает отношения и единство. Он понимает дары и призвания. Он понимает порядок в этапах строительства. Он знает, что нужно для строительства. Девиз города Эдинбурга звучит так. «Нисси доминус фрустра». На латыни это означает «без Господа все напрасно». Это сокращенная версия Псалма 126, первого стиха. Эту фразу можно применить с командам, которые пытаются строить церковь без Бога, к парам, которые пытаются построить брак без Бога, к родителям, которые пытаются построить семью без Бога, к бизнесменам, которые пытаются построить бизнес без Бога. Без Господа все напрасно. Иисус должен быть нашим основанием и строителем. Автор Псалма говорит далее, «Если Господь не охранит города, напрасно бодрствует страж». В древнем Израиле города были защищены стенами. И во времена политических трудностей или войны города тратили много сил на защиту от вражеских атак. Нервному населению нужно было знать, что Бог присматривает за городом. И на основании Псалма 120, четвертого стиха, мы знаем, что Господь присматривает не только за городом и страной, но и за людьми. Не дремлет и не спит хранящий Израиля. Господь защищает днем и ночью. Господь хранитель твой. Вы напрасно пытаетесь охранять и оберегать свое строительство, если Бог не благословляет и не защищает. Поэтому положитесь на него. А во втором стихе автор Псалма говорит об обеспечении. Напрасно. Вы рано встаете, поздно просиживаете, едете хлеб печали, тогда как возлюбленному своему он дает сон. В этом стихе сон противопоставляется тревоге, а не самой работе. Напрасно стараться изо всех сил и зарабатывать на жизнь потом, если Бог не обеспечивает вас. В древнем Израиле большинство людей были фермерами. Они существовали от плодов своих рук. Они были зависимы от солнца и дождя. Это было хрупкое существование, уязвимое для атак врагов, уязвимое для засухи и вредителей. Размер урожая зависел от Бога, их обеспечителя. Автор Псалма говорит, что Господь обеспечивает тех, кого Он любит, даже во сне. Это говорит о том, что нам не нужно тревожиться и проводить бессонные ночи в трудах. Нам нужна вера и доверие. Работа становится тяжким трудом, когда мы считаем, что Бога нет или Ему нет дела, и все зависит от нас. Иисус говорит о 126-м Псалме, втором стихе, в Нагорной проповеди. Он сказал в Евангелии от Матфея 6-й главе 25-м стихе, «По всему говорю вам, не заботьтесь для души вашей, что вам есть и что пить, не для тела вашего, во что одеться. Душа, не больше ли пища и тела одежды?» Взгляните на птиц небесных. Они не сеют, не жнут, не собирают в житницы, и Отец ваш небесный питает их. «Вы не гораздо ли лучше их?» Да и кто из вас, заботясь, может прибавить себе росту хотя бы на один локоть? Если Бог дал нам жизнь и тело, которые стоят намного больше еды и одежды, то разве Он не обеспечит нас едой и одеждой? Если Бог создал и поддерживает жизнь, то разве Он не будет обеспечивать эту жизнь? Тревога открывает нехватку доверия Богу. Иисус приглашает нас посмотреть на птиц. В параллельном месте, в Евангелии от Луки 12 главе, мы читаем такие слова. «Посмотрите на воронов». Задача в том, чтобы перестать фокусироваться на наших тревожных мыслях, ну, хотя бы на пару минут, и посмотреть на птиц. Они знают нечто, о чем мы забываем. Я решил быть послушным и посмотреть на воронов. Я заметил, что вороны не ждут, когда Бог бросит еду им в клюв. Вороны ищут еду. Они делают гнезда. Они кормят своих птенцов. Они активны. Воронов можно найти по всему миру, в разных местах обитания. Они предпочитают пастбище, но их также можно найти и в пригороде. Они прилетают в свое гнездо под конец дня. Осенью и зимой около трех тысяч воронов гнездятся в Бернаби и Стилкриг. Они живут здесь целый год. Они умеют выживать, пока есть пища и вода. Они очень умны, но не тревожатся. Если что и можно сказать, так это то, что у них есть характер. Мы должны наблюдать за Божьей заботой в отношении творения. Даже кормление. Вороны относятся к Его делам. И в контексте этого мы должны ответить на вопрос, не цене ли вы их? Разве вы не дороже этих птиц для Отца? Из всех Божьих творений только мы, люди, созданы по образу Божьим. Отец так сильно полюбил нас, что послал своего Сына умереть за нас. Понимаем ли мы, как сильно Он любит нас? Тревога не прибавит часов нашей жизни. Иисус говорит следующее, если вы будете следовать своим тревожным мыслям, вы смотрите не в том направлении. Чтобы искоренить нашу тревогу относительно еды и одежды, жизни в целом, защиты и строительства, нам нужно нечто большее, чем повеление не волноваться. Мы должны смотреть на жизнь иначе. Мы должны верить в присутствие чего-то большего, более глубокого, сильного и фундаментального. Мы должны доверять самому Богу. И вот главный вопрос, кому мы доверяем? Тому, кто заботится о своем творении, о птицах и цветах? Мы можем быть уверены в том, что Он позаботится о своих детях, о нас. Господь обеспечивает во все времена. Во времена до ковида нам могло казаться, что 126-й псалом не актуален, потому что мы забыли о реальности болезни и голода. Мы забыли о типичной жизни сеятеля и о близости смерти. Мы думали, что нам удастся заставить жизнь работать на нас. Но когда болезни и смерть смотрят нам в лицо, когда финансовая нестабильность угрожает нам, мы внезапно осознаем, что больше не контролируем ситуацию. На самом деле мы неуверенные и хрупкие, мы зависим от других. Но у многих есть проблема. Они больше не верят в Бога, который работает суверенно, заботится о нас и обеспечивает нас. Им приходится полагаться на себя. И они постоянно живут в тревоге. А корень нездоровой тревоги — это неверие. Тот, кто строит дом, должен работать над ним. Тот, кто следит за городом, не должен спать. Тот, кто занимается хозяйством, должен обрабатывать землю. Но они должны выполнять свою работу в вере и покое, доверяя Богу в том, что он будет строиться, защищать и обеспечиваться. Иисус сказал в Евангелии от Иоанна, 15 главе, 5 стихе, «Я есть лоза, а вы в ветви. Кто пребывает во мне, и я в нем, тот приносит много плода, ибо без меня не можете делать ничего». Мы можем войти в осень без тревоги, суматохи и стресса, если мы доверяем Господу и участвуем в том, что Он делает. После этих слов о строительстве, обеспечении и защите, авторы 126-го псалма делятся важными деталями. Это уже третий стих. «Вот наследие от Господа, дети, награда от Него плод чрев, что стрелы в руке сильного, то сыновья молодые». Очевидно, что жене и мужу нужно сделать что-то, чтобы привести детей в мир, но по сути именно Бог дает паре детей. Господь всегда дает жизни. А дети как стрелы, согласно автору псалма. Иногда Бог дает вам ребенка с характером. Мы с моей женой Джуди занимались основанием церквей, и к нам в гости приехал пастор с женой из нашей домашней церкви. После воскресного служения мы сели за обеденный стол, и я попросил нашего пасторя помолиться. Он начал произносить горячую молитву. Наша двухлетняя дочь сидела у себя на стульчике. Она привыкла молиться короткими молитвами. Где-то через минуту изысканные молитвы пастора, она сказала, «Я все». Но пастор продолжил молиться. Она смотрела на него со своего стула. Еще через 15 секунд молитвы. Она сказала, «Теперь, сделав чуть большее ударение, я все». Жена пастора начала смеяться, но пастор не сдавался. Он благословлял нашу семью, нашу церковь, город, страну. Еще секунд через 15 молитвы. Наша дочь закричала, «Я сказала, я все». Аминь. Пастор наконец-то остановился. Нам было немного стыдно. Я рассказал об этом случае мудрому наставнику, и он сказал, «Не ломай стрелу, направь ее, не ломай ее». Это был хороший совет. Я буду проводить свадьбу дочери через несколько недель. Теперь с ней будет иметь дело ее муж. Родители, дети, это стрелы, которые нужно направить в нужном направлении. Не ломайте их, направьте их. Автор псалма продолжает в пятом стихе следующими словами. «Блажен человек, который наполнил имя колчан свой, не останутся они в стыде, когда будут говорить с врагами в воротах». В другом переводе сказано, когда он встретится со своими врагами у ворот. Эти стихи используют метафору войны. Дети похожи на стрелы. Стрелы защищали воинов. И также дети защищают своих родителей. Родители с полным колчаном благословлены. Ведь когда они начнут стареть, их дети защитят дом. Когда они будут слишком слабы, чтобы защитить себя, дети соберутся вокруг них и выступят с ними против любой угрозы, что имеется в виду под врагами у ворот, псалмопевец говорит об открытом месте возле внутренних ворот города. Это было место, где решались юридические вопросы, где проходили суды. Так о чем же говорит автор псалма? Стареющие родители не должны бояться несправедливых судей, обвинителей, и лжесвидетелей, когда придут на суд, потому что их дети будут стоять с ними и защитят их трудные времена. Когда дети еще маленькие, то не всегда кажутся благословением. С ними нужно работать днем и ночью. Вы вкладываете много сил, времени и ресурсов, вы теряете сон, но если вы наставите их на пути Творца, они станут благословением для вас старости. Некоторые родители слушают и говорят, не могу дождаться, когда наступит этот день. Можете не сомневаться, он настанет. Обратите внимание на то, что в этом псалме не предлагается формула успеха, но мы видим приглашение подчиниться Господу, позволить ему быть нашим основанием. Мы видим приглашение к отношениям с ним во время строительства, доверять ему в вопросах обеспечения и защиты в пути, признавать все благословения и доверять Богу во всем цикле жизни, от начала и до конца. Господь заботится о своих детях от начала и до конца. кто будет основанием, дизайнером, архитектором, строителем и управителем того, что мы строим. Мудрость этого псалма состоит в том, что мы должны фокусироваться на Боге в повседневной жизни, осознавать, что наши дела успешны лишь по Божьей благодати. Бог суверенный правитель дома. И не только дома, но и города, поля и семьи. Он основание, строитель, страж, обеспечитель, даятель жизни. Господь связан с тревогами и проблемами повседневной жизни. Как же нам двигаться вперед? Скромные зависимости от даятеля жизни. Он наше основание, наш строитель, защитник, обеспечитель и друг. А теперь я предлагаю вам помолиться о том, чтобы мы всегда уповали на Господа. Отче Небесный, мы благодарим Тебя за то, что можем жить под Твоей заботой всегда. Ты держишь всю жизнь в своих руках. Ты держишь этот момент в своих руках. Только Ты, Отче, держишь нас в своих руках. Мы обращаемся к Тебе, господи. Позволь нам окунуться в Твое Слово, укорениться в Твоем Слове, чтобы Ты был нашим основанием. Мы просим Тебя направлять нас в работе и отношениях с людьми, когда мы заботимся и строим, и дай нам радость слышать Твой голос в своей жизни. Направляй нас духом своим. Спасибо, что Ты не оставляешь нас никогда. Спасибо Тебе, что Ты обеспечиваешь мудростью во всех сферах жизни. Я молюсь за каждого, кто слушает нас сегодня. Пусть они наполнятся радостью и миром. Благодаря тому, каков Ты, пусть они найдут покой в Твоей верности и благости. Я молюсь за семьи, которые смотрят нас сегодня. Я молюсь, Господи, чтобы они приняли Твой мир и шалом. Я молюсь о том, чтобы они видели, как Ты созидаешь их дом и их семью. Я молюсь о мире во взаимоотношениях. Я молюсь о том, чтобы они любили Тебя и друг друга, как никогда ранее. Спасибо, Господи, что Ты не оставляешь нас, не оставляешь одних. Спасибо, что мы можем двигаться вперед, доверяя Тебе, зная, что Ты держишь не только этот момент в своих руках, но и будущее. Спасибо Тебе, Господи. Мы славим Тебя и поклоняемся Тебе во имя Господа Иисуса. Иисус. 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 Иисус.